мир всем спасибо Христос за молитву, кто молится по бытовым нуждам и вам тоже С миром принимаем С миром Слышно? С миром Слышно? Слышно Поздравляю вас с 20-летием общины Мир вам С миром принимаем Поволимся Молимся Царю небесный, утешителю души истины И живи здесь И вся исполняя Сокровище благих И жизни подателю Приди вселися вны И отчасти мне от всякие скверны И спаси блажь души наша Господи, молим Тебя Благослови наши занятия Не дай нам уклониться ни на право, ни на лево Истинного понимания Все, что ты хотел нам сказать Открой истинный смысл Господи Прибудь с нами в этот вечер Сохрани нас в любви, согласии и единомыслия По слову твоему Хвала тебе, честь и поклонение Отец, Сын и Святой Дух Аминь 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 Сергей, ты слышишь меня? Сергей Сергей Сильно жалоба на тебя Ты держи микрофон возле рта Совсем, говорит, не слышно Мы перематываем Я говорю, меня, говорит, слышно прекрасно Держи, молишься все время Держи микрофон рядом Прямо столько мне поступает сведений Говорит, ну скажите же Мы ничего не можем сделать Пожалуйста Не забывай, куда тебе ехать сегодня Хорошо меня слышно? Сейчас, да Слышно Нормально все Все хорошо Во имя Отца и Сына и Святого Души Аминь Микрофоны выключайте Кто-то там Не выключил микрофон Светлана Кузнецова Слышите меня? Книга Откровения Святого Иоанна Богослова 13 глава 16-17 стихи И Он сделает то, что всем малым и великим Богатым и нищим Свободным и рабам Положено будет начертание на правую руку их Или начало их И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание Или имя зверя или число имени его Толкование Здесь видим дальнейшие действия лже-пророка По приведению всех к престолу Антихриста По обычаю древних римлян воины иногда выжигали на своих руках и на лбу имена своих предводителей А рабы добровольно или насильно имена своих господ Принятие знака есть принятие того, что этот знак обозначает Различные общества имеют свои знаки и вступившие в эти общества принимают их и обязуются исполнять уставы и правила общества Имеет свой знак и христианство Это знамение креста Святой Василий Великий пишет Из сохраненных в церкви догматов и проповеданий Некоторые мы приняли от апостольского предания по преемству тайни Прежде всего упомянуто о первом и самом общем Чтобы уповающие на имя Господа Иисуса Христа знаменовались образом креста Правило девятое О совершении христианами крестного знамения пишут уже древнейшие писатели Дертулиан и Лактанци Многие святые отцы именовали крестное знамение печатью Христовой Далее цитата Это нам печать, которой от язычников и иудеев отличаемся Говорил Амбросий Медиаланский Крест это знамение Сына Человеческого Об этом и говорится Евангелие от Матфея 24 глава 30 стих Противоположность печати креста и печати животворящего Духа Святого Христиан 2 Коринфянам 1 глава 21-22 стих И книга Откровений 7 глава 2 стих Антихрист предложит свою печать По приказанию лжепророка все люди должны будут принять ее Это будет возможным благодаря всемирности и централизации антихристового государства Об этом пишет Ефрем Сирин Цитирую И будет полагать свою печать сей скверной ни на ком бы то ни было члене тела Но чтобы не затруднялись им будет полагать ее на правой руке человека А также и на челе положит нечестивое начертание Чтобы человек не имел возможности правой рукою Напечатлевать на себе знамение Христа Спасителя нашего А также не мог назнаменовать у себя на челе без сомнения страшное и святое имя Господне и славный и страшный крест Спасителя Ибо знает сей злосчастный, что крест Господень, если будет на ком напечатлен, разрушит всю его силу И потому будет класть печать на правой руке человека Так как она запечатлевает крестом все члены наши А подобным образом и чело на верхе своем носит спасительное знамение Как священник носит на себе светильник света Итак, братья мои, всем верным и сильным христолюбивым предлежит страшный подвиг Чтобы ни однажды не уступить до часа смертного И не изнемочь, когда змий будет начертывать печать свою вместо креста Ибо всеми способами будет ухищряться Чтобы имя Господа и Спасителя Сие всесвятое и причистое имя Вовсе не было именуемо во времена змея Сделает же сие немощный Страшаси трепеща святой силе Спасителя во имя Ибо кто запечатлевается его большой буквы печатью Тот не будет пленником его мечтаний Но такого не отпустит Господь Но будет просвещать его сердце и привлечет к себе Цитата закончена Это цитировал, напомню я, Ефрема Сирина Сердце, не запечатленное духом святым, а сквернится печатью антихриста Запечатление антихристом правой руки означает также пресечение правых дел А запечатление чела, прельщение ума Запечатление антихристовой печати будет независимо от общественного положения Богатства Всем малым и великим, богатым и нищим Свободным и рабам Положено будет начертание Здесь мы, кстати, снова видим, что до самого конца остается в обществе деление на богатых и нищих Свободных и рабов Это деление, внесение в мир грехом Не может быть изменено никакими социальными преобразованиями Реформами, переворотами, прогрессом Как именно положено будет начертание, об этом нет никаких указаний в Писании Это откроет само время, когда все это совершится Указано только, что это начертание будет либо имя зверя, либо число имени его В этом, собственно, нет никакой разницы, так как по еврейскому и по греческому обычаю буквы означают и цифры Так что известное сочетание букв можно прочитать и как слово, и как число В различные времена существовали самые разные попытки определить печать Антихриста и выдать за нее какое-то современное явление Так объявлялись, простите, так объявлялись печатью Антихриста Четвероконечный крест Трое перстное крестное знамение Герб российского царя Как паспорта Деньги Нечестия Ереси Церковные таинства Партбилеты Но все подобные мнения никак не соответствуют ни учению Священного Писания, ни разумению Святых Отцов Ни одно из этих мнений нельзя согласовать с тем, что говорит о печати Антихриста в Писании Другое дело, что нечестия, ереси, богоотступничества и различные государственные и общественные системы Действительно подготавливают почву для той реформы, которая будет осуществлена лже-пророком в царстве Антихриста И сегодня нам уже совсем не трудно представить себе, как бы это можно было осуществить Но не будем гадать, а оставим самим грядущим событием сказать свое слово Необходимо уяснить, что как апостол, кроме Антихриста, что придет, указывает на то, что и Далее цитирую 1 Иоанна 2.18 И теперь появилось много Антихристов Так и кроме печати, что будет в кончину века начертано на нечестивых, поклонившихся Антихристу И теперь есть много печатей, которыми запечатлеваются неверные Всякое неправое дело есть запечатление правой руки, а неправая мысль запечатление чела духом Антихриста Самого Антихриста еще нет, но его дух и ныне действует сына противления Нет еще и той апокалиптической печати, но и теперь запечатлевают ею нынешние лжепророки нечестивых На страшном суде на всех нечестивых обнаружится начертание Антихриста Тогда они спросят, когда же мы его принимали? И ответ им, и ответит им праведный судья Господь Когда не исповедовали меня, когда грешили и не каялись Когда безумно проводили время в суете, выселениях, разврате Евангелие от Матфея, 25 глава, 41-46 стихи Апостол Павел некогда говорил, корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям 1 Тимофею, 6 глава, 10 стих Это будут хорошо знать Антихрист и лжепророк А потому лжепророк сделает то, что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание Легче всего заставить человека согрешить ударом по карману, экономическим давлением Человек прилепился к земному так, что ради него он готов и душу свою продать Не принявшие начертания Антихриста окажутся, собственно говоря, вне общества А таковых общество всегда карало Как сейчас без документов удостоверяющих личность человек фактически в обществе жить не может, так будет и тогда Без начертания имени Антихриста нельзя будет ни покупать, ни продавать А значит, нельзя будет пользоваться ничем, что имеет общество Только пустынные места, пещеры и ущелья гор приютят тогда верных Христу Смужайся, душа, и готовься к великим испытаниям Если теперь даже приносившие жертвы идолам и отрекавшиеся от Христа и Бога могут покаяться и получить прощение от Бога и Церкви То принявший начертания зверя становится при жизни сыном Геенны Это будет смертельный грех, которому нет прощения ни в семь веке, ни в будущем Это будет хула на Духа Святого и всю Пресвятую Троицу в высшей мере Матфея 12, 31, 32 Ибо Антихрист отверст, цитирую, уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и жилища Его и живущих на небе Это же должны будут сделать все принимающие Его начертания Поэтому о принявшем печати Антихриста Риполит Римский пишет Прелестнику приложится и тому единому послужит, потому что такому покаяния нет По всему ясно, что погиб от Бога и от человека Покование закончено Можно задать вопрос? Можно, да я задам вопрос В общем, я всегда смотрю ролики в храмах и постоянно обращаю внимание И все об этом знают Как в настоящее время осеняют себя люди крестным знаменем И православные, у меня очень много литургий скачанных Когда я смотрю ролики, не только православные, там, ну, армяне, католики бывают и копты Как себя осеняют? Насколько правильно? Вот, то есть, я живу в таком городе, где, я не знаю, священство просто в принципе не умеет креститься Единицы, вот буквально есть несколько тысяч священников в нашей епархии Буквально единицы, которые можно по пальцам, наверное, одной руки пересчитать То себя правильно может осенить крестным знаменем Я, конечно, это говорю, но никак не обращают внимание на это почему-то Что вот крестное знамение, это люди просто почему-то в настоящее время Не могут крестным знаменем себя осенить Понятно, покороче Ну, короче, вот у нас ещё миряне И румынская церковь, вот я смотрю, там и священство, и миряне И могут себя крестом знамения осенять Греки, в принципе, ни миряне никто не может Не видел я, чтобы осеняли крестом знаменем Вот не является ли это вот добровольным таким вот каким-то уже подчинением себя врагу Что человек не может себя осенить крестным знаменем То ли грех какой-то давлеет То ли это, что издевается над крестным знаменем И даже никакие уговоры, ни обещевания его не обращают Что это такое? Спаси Господи Знаете, конечно, вам предоставляется возможность ответить Вопрос абсолютно правильный Это уже предведение как бы И Сергей это видит Он скажет, да это никакого значения не имеет Вот патриарх крестится Я не судить, а просто показать Он крестится куда-то сюда Сюда и потом отсюда под карман Евгений Евтушенко писал, говорит Все в попыхах То в нос, то в пах И тут же, говорит Совратители толпы С той же самой партии попы Влезают в мавзолеи Вдыхают свой елей там Вон с техотворением Вот это как раз и есть Сегодня говоришь человеку Зачем ты галстук носишь? А что? Это масонский знак И вот сидят, беседует там Епископ какой-то, коломийцы Или кто из Бакистана у протестантов И Александр Шевченко говорят И прочее Говорят даже слова правильные Но сам вид показывает, кто они То есть на них уже стоит этот знак Знак нехристианский А что они, печать приняли? Я не говорю о печати Но это говорит о том, что оттенок Тень уже падает от Антихриста Так точно и крестное знамение Если не совершают У нас за все время, которое я знаю Приезжал к Приже Когда своих не было митрополитов Только один был грек Павел Небольшого роста Тот никому не уступал И заставляли закрыть Потому что эпидемиологическая обстановка Неблагоприятная Закрыть храм Он сказал Ответ дал Не закрывать Когда они закроют Все общественные места Тогда и мы закроем Кинотеатры Чтобы все было закрыто А почему вы к нам привязались-то? И все отстали Сергей задал абсолютно правильный вопрос Это уже падает как бы тень От того, что они готовы принять Животолюбцы И вот бритье Это не просто знак А это как раз показывает Что уже склонность к тому Чтобы подчиняться жене И блудодейной ересь Люди развращают себя Все отошел Да Еще я слышал такое Небрежному маханию руки Бесы радуются Имеется ввиду Что небрежно накладывать на себя Крестное знамение Бесы радуются Кому-то это было открыто Это святой Иоанн Затаус говорит Это его слова Одному было видение такое Молится А у него здесь сидит лукавый Бесенок то Он не достает руку Ему когда сказал Достану Он сразу прокинулся и упал Видение люди видели Да и так понятно Ты Вот стоит Брежнев Отдавал на мавзолее Честь военную Так не отдают ее Вот Где бровь у тебя касается Как рука должна быть поднята Почему это важно Если люди выкидывали Хайль кричали То так Высшему начальству Разрешалось бы так руку сделать Это во всем мире это есть А здесь ничего нету Наемники Безбожники Мамона Вильзеулыч Ослепил глаза Можно вопрос? Да А как относиться К паспортам и ИНН Ну мы читали Толкование И Сейчас еще раз Почитаю Так Так Объявлялись Печатью Антихриста Четвероконечный крест Запитая Троеперстное Крестное Знамение Герб Российского Царя Паспорта Деньги Нечестие Ереци Церковные Таинства Парк Билетов То есть Все это уже было И Объявлялось Печатью Антихриста Но Прошло Три с половиной Года Конец света Не наступил Отсюда Мы Делаем Вывод Что это была Ошибка И Напрасно Поэтому К Страшилкам В интернете Нужно Относиться Осторожно Я Сам Попался На такую Страшилку После чего Приносил Покаяние Страшилка Такая Что Во время Фотографирования На Паспорт Незримо Начало Наноситься Начертание Человека Это и есть Печать Антихриста Кто Будет Фотографироваться На паспорт Заграничный Тот Никогда не спасется Это Страшилка Люди От своего Ума Эти ролики Составляют Не сверяются С мнением Святых Отцов С мнением Церкви Вот Да и церковные Бывают Люди Не ведущие Не знающие Священного Писания И толкования Тоже Заблуждаясь Это Говорят И сегодня То есть Это уже Было А раз Было Раз Не подтвердилось То Надо считать Что Это Ошибка Вот Сейчас Мы прочитали В Киеве Писание Что Спасибо за открытку Печать Такая Будет Что Без этой Печати Невозможно Будет Ни продавать Ни продавать Ни покупать Вот Сегодня Без паспорта Ты продашь и купишь Без электронной карты Продаши Купишь Наличные деньги Есть Вот Видимо Будет сделано Так Что Наличных денег Не будет Потом Карточек Не будет Будет Вместо Карточки Человек Либо Лоб Подставлять И С его Флешки Будут Сниматься Деньги Либо Сейчас Уже Как бы Да Вот Этот Человек Сергей Козлов Он Огородит Ерунду В чате Не слушайте Не обольщайтесь В общем Надо Нормально Относиться Ко всем Этим Документам Это Вот На прошлом Занятии Василий Лапкин Заметил Это Обыкновенная Флешка Флешка С информацией Не более того Как Раньше Без флешки Невозможна Была Передача Информации Потом Флешка Не нужна Можно Файлы Перекидывать Через интернет Сейчас Можно Расчеты Вести Через интернет Вот Деньги Отменятся Наличные Люди Будут Торговать Это Придется Потом Антихрист Возьмет Это Все Под Свой Контроль Вот Где-то Я слышал Что В Америке Главный Компьютер Сидит И они Уже У тебя В карточке Деньги Улетели Это Чем-то Они Поговаривают Ну и Я Думаю Что Электронные Деньги Контролировать Намного Проще Чем Наличные За Это И Понятно Там Слышишь С карточки Деньги Умукнули Там Умукнули Очень Много Аферистов Которые Воруют Электронные Деньги Я Сам Попадался На таких Правда Господь Меня Остановил Поэтому Бояться Что Это тотальный контроль Если человек верующий Если он живет Высидит Соблюдая завтра Ему что этот контроль Пусть наблюдают Может Может кто-то наблюдая За твоей Богобоязненной Жизнью И обратиться А если Ты грешник И тебе есть что Скрывать Конечно тебе Этот контроль Неприятен Вот Ты будешь Против этого Бороса Я думаю Именно Это и делают На днях Мне Звонил Батюшка Варнаула Вот Звонит Это ваши друзья Тут Снимали А я ни сном Ни духом Я говорю А что где А вот в храм приехали С камерой Снимали А я говорю А мой то телефон Как вы на меня Ну вот мне визитку дали Я говорю Такая голубенькая Да-да Ну снимали Что Так вы им передайте Чтобы по телевизору Не показывали И Я Говорит Отец Димитрий Из храма Андрея Первого главного Я ни сном Ни духом Ну это конечно догадался Что это Игнает Тихонин с Володей Да с Рахилью наверное Так подумал Что поехали Я говорю Батюшка Так Не показывай Там грех какой-то Наверное сделали Прелюбодействовали Или они снимали Что вы Да нет нет Все вроде нормально Я говорю Ну так а что боитесь Да ничего я не боюсь Потом поговорил Поговорили он опять Ну ты все таки скажи Чтоб телевизор не показывали Я говорю А батюшка А что вы это Почему А зачем им это надо Почему они снимали Кто их благословил Я опять Своё кручу А батюшка А вы чего боитесь Ничего не боюсь И вот Так вот Крутим по кругу Потом Володе Топащенко Позвонит Люди боятся Сами не знают Чего боятся Вот мне понравилось Отец Владимир Болгар Про это говорит Во все времена Были мученики За веру И во все времена Были предатели Иуды Во все времена И то же самое Будет во времена Антихриста И что боятся Ну вот Когда Антихрист придет Тогда только что Ускроет Да нет Уже сейчас ты можешь стать предателем А мы толкование читали Уже Мысленно Человек небрежно Крестное знамение Накладывает на себя Уже это говорит Что он не Христов Понимаете Само отношение К Слову Божию К Библии Кто не любит Господа Иисуса Христа Маранафа Проклят А если человек любит Искренне Сердце у него Всей душой Всем сердцем Всем разумением Такую интересную Знамение на себя Накладывает Истово Правильность Машет Как бы Ну ясно Что вера то Не соответствует Можно я тоже Или Еще часа Можно Да Спасибо Господи Не долго Во-первых Кто не любит Господа Иисуса Христа Анафема А Маранафа Это доколе он придет Когда он придет Да Вот Это так Ремарочка Здесь то Что касается Естественно Никакие документы Они Ну на самом деле Не являются Ни печатью Ни начертанием Но Мы должны Понимать Что это Какая подготовка Вот Чтоб человек Привыкал к этому Чтоб Внедрял В свою жизнь Вот например Люди Чтоб когда придет Антихрист Не боялись Принимать Никакого начертания Карточкам Привыкли Расплачиваться Деньгами Что следят за ними Постоянно везде Они привыкли Они это знают Как бы И когда придет Антихрист Они уже Как бы Примут это как родное Вот смотрите Сначала Телевизоры Появились Люди боялись Как бы дома держать Телевизор Христиане Ну вот там это Как бы Антихрист А то еще Антихриста Покажут по телевизору Ну такая глупость была Компьютер боялись Так же А теперь мы уже привыкли Мы ничего не боимся Как бы И это правильно Потому что раньше И книг даже боялись Да Но сказано Идол ничто Но привыкать к этому нельзя То есть дома держать его Не надо идола Нельзя дома держать Хотя он ничто Да Вот И так же Это На улице Если возможно Его конечно надо Разрушить идола Чтобы и другому Не было соблазна Вот Но если ты Всегда привыкаешь Ты уже привык К этому И получается даже Что сам и жить не можешь Без того что Тебя Тебя приучают К принятию Антихриста К принятию печати То естественно Когда это Будет внедряться Ты Не сможешь Отказаться Поскольку за этим Стоят все блага Вот Спаси Господи Ну вот И еще На прошлом занятии Такой вопрос В чате был задан Мы его не обсудили А будет ли Во времена Антихриста Натуральный обмен Вот Для чего этот вопрос Ну конечно Страшновато Как Ты не можешь Купить продуктов Понятно Понятно Что Станет Выбор Перед христианом Либо Умереть Голоду Либо Подставить Лоб Или чело Под печать Антихриста Вот И Многие Значит Некоторые Даже Вопрос Такую бабушку Задают Ради детей Ради внуков Их же надо кормить Он же их любит Вот А я вот вроде Подставлю Лоб Но В душе В сердце Я Христа Буду любить Вот Вот Такое Я могу Потом Как бы Выковырить Чип Или что там будет Сейчас К этому склоняется Чип Скорее всего Будет И Писание Дальше будем читать Что они Вот эти Язвы И гнить Начнут Эти вот Метки Вот Можно сказать Немножко Помните Господь сказал Когда Чудо сотворил И этот Которого принесли Четверо На Постели И он встал И он говорит Что легче сказать ему Встань и ходи Или сказать Прощаются те грехи твои И Конечно Фарисеи сказали Ну конечно легче Сказать Прощаются те грехи твои Потому что Их не видно Простил грехи Не простил на человеке А если он скажет Встань и ходи Тогда уж точно Должен встать и пойти И Господь говорит Встань Возьми постель твою И иди В дом твой Прощаются грехи его И он встал И пошел И все увидели Вот это да Это настоящее чудо И вот у меня Вот наш разговор Всегда напоминает Вот это событие Почему Все Начинают говорить О печати А там Паспорта И все остальное Потому что Об этом легко говорить Потому что Печати не будет видно Поэтому все об этом Говорят Говорят и говорят Это уже 13 глава И все говорят И говорят об этом А почему Никто не говорил Восьмой главе Седьмой стих Первый ангел Острубил И сделался град Огонь смешанный С кровью И пали на землю И третья часть Дерев сгорела И вся трава зеленая Сгорела Третья часть Сгорела С кровью Смешанный град Чего никто не спрашивает Вообще не сгорела Как мы можем говорить О 13 главе Когда еще Нету Тогда уже ближе А еще Тут много чего Написано Еще людей Будут поражать Язвы Причем при этом Не будет поражена Трава Животные не будут поражаться А только одни люди Где это На этого еще Помини нету Даже близко Не понимаем О чем речь А уже начинаем Рассуждать о печати Антихриста Ну все умные Один через одного Расскажите мне О молнии С огнем С кровью И с градом Ну все умные Так Мысль понятна Но однако Значит Вот сейчас Я читал толкование Вот на этот стих Что Положено будет начертание Невозможно будет Не продавать Не покупать И я еще раз Его повторю Слушайтесь внимательно Вот Потому что Его можно По разному понять И многие люди В том числе Вот и близкие Мне Как бы Верят Что Печать Незримо Уже ставится На людей И когда я сейчас Читал вот это толкование То есть мысль такая Промелькнула А не Действительно ли Сомнение такое Это сомнение Нужно сейчас Разрешить Значит Это Слушайте внимательно Толкование Вот Которое я читал Всякое неправое дело Есть Запечатление Правой руки А неправая мысль Запечатление Чела Духом Антихриста Самого Антихриста Еще нет Но Его дух И ныне Действует Цена Спротивления Далее Слушайте еще Внимательно Нет еще И той Апокалиптической Печати Но И теперь Запечатлевают Ею Нынешние Лжепророки Нечестивых Что имеется в виду Значит Я думаю Не Здесь не имеется в виду Печать антихриста Другие печати Впереди Значит Мы Говорили Что И партбилеты И паспорта И деньги Все Но Понятно Вот Есть секта сатанистов Они Были всегда И все Они там И масонах Там в ложах И как то же они там Друг друга посвящают И какие то знаки Уже у них есть И вот эта вот Гора И Всевидящее Око Вот То есть люди уже принимают Как бы Не печать антихриста А вот Тоже как бы Вот Притеча печати Дух Есть антихрист И есть его дух И если б они духом Мыслью повелись В его сторону То уже они готовы Принять Ненастоящую печать А если христианин Духом святым Запечатлен То его очень сложно Обмануть И переубедить Можно сказать Да Я думаю это Говорится о тех Кто умирая Не запечатлен В книге жизни То есть люди Принявшие систему Нынешние То есть Которые уже не могут Ничего изменить Нет Здесь о живых Людях Самого антихриста Еще и нет Но его дух И ныне действует В сынах Противления Они живые Они сегодня Противятся Как противятся Они говорят Что Иисус Христос Не умирал Что Он не воскресал Что Он взят Живым на небо Ну взять Вот Мусульман Например Они же Не верят И они Проповедуют А Дух антихриста Он этим то и Писание и говорит Что такое Дух антихриста Кто исповедует Иисуса Христа Пришедшего во плоти Тот от Бога А кто не исповедует Иисуса Христа Пришедшего во плоти Тот Дух антихриста И Заблуждается А они мусульмане Нас христиан называют Самые лучшие И Их переубедить В обратном Ну редко Но бывает То есть такое Как бы Ну Ну Бывает в жизни Что и христиане Переходят мусульмансы И мусульмане христианцы То есть Не окончательно Еще Но когда Придет антихрист И Уже там будет конкретно Видимо Все обозначаться Тогда уже Нельзя будет Принять эту печать А потом от нее Отказаться То есть Тогда уже будет Надо будет Похулить Прям Духа Святого Прям в открытую Наверное Так Как вот мы В крещении Плюем на сатану Так Тогда наверное При принятии печати Которые Которые Вот Сыны Они Должны будут Похулить Духа Святого Трои Трои Я вот так думаю Можно я чуть-чуть Да Дело в том Что Батюшка правильно Он явно говорит Что В общем В любое время Дух антихриста Он был И всегда были богоборцы Против Христа Вот как Почему вот Нельзя вот Посещать Например Синагогу Да Говорится что В порог синагоги Чтобы хулили христиане Когда присыпают Закапывается Евангелие Всегда Вмуровывается Чтобы Переступая порог Ты переступал через Евангелие Или наступал на него Вот Такая Такая есть вещь Да И как бы Всегда во все времена Ну сами Иудеи Которые не приняли Христа Они же Были заражены Духом Антихриста Почему им нужен был другой Христос Всегда Находились люди Которые умудрялись Принять Духа Антихриста Во все времена И Хотя Антихрист Сам еще и не пришел Вот От человека Зависит И конечно Даже по пришествии Антихриста Христиане Будут спасены Да Как В пустыню Вот там Даны два крыла Да Улетят в пустыню Будут спасены Но будут такие христиане Как я знаю Которым все нипочем Как бы Вот если у тебя лоб медный Став тебе хоть печать Хоть десять печати на лоб Все поломается у Антихриста И ничего тебе никто не поставит Вот такие у нас христиане православные Железобетонные Поэтому Как бы Кого надо Господь сам спасет В свое время Вот А кому то вообще все Барабир Там Ни одна печать не возьмет Спаси Господи Можно немножко К этому добавить Давай Разговор то идет О рождении свыше Тот кто свыше был рожден Кому Господь сам веру дал Тот и спасется Кто до конца сохранит свою веру А вот эти вот Меднолобые Христиане Как назвал Сергей Они и никто и не спасутся Как говорится Заставь дурака Богу молиться Он лоб разобьет Нужно не лоб разбивать же А быть искренно верующим христианином Поэтому Господь и сохранит В ущельях земли там и так далее В горах Этих последних Ну да До того как они станут последними Еще очень много будет Времени у христиан Чтобы жить Рождаться свыше И показывать Свою любовь ко Христу Подождите пока Хоронить то всех С этими паспортами да со всем Дайте христианам Еще Народиться Дайте быть оглашенным Вот люди которые не знают Что такое оглашение Они с удовольствием сейчас Вот это Муссируют все Вот печать там поставить Вот когда пройдет С течением времени Все что Господь заповедал Когда ангелы вострубят Когда горе будет людям Когда ангел будет Включать горе Горе живущим на земле Вот и все будут это слышать Тогда вы все сами На свое место встанет Встанет И вы поймете Почему так Почему печать Почему А пока что только мы можем Говорить о предзнаменованиях Каких то Отдаленно Вот как вот тень руки идет Допустим на стену И непонятно издалека что это А потом близко подошла тень Да видишь рука Пока что мы еще только Через тусклое стекло Призрачно Можем что то о чем то говорить Поэтому Не надо много Разговаривать об этом Что это будет и так далее Давайте говорить Как нам сделать так Чтобы еще можно было Народиться христианом Чтобы Были оглашенные в общинах Чтобы общины были Настоящих христиан Вот у нас сейчас Проблема в общине У нас молодежь Не приходит К Христу Через Слово Божие На занятиях На молодежи не увидишь Не увидишь Чтобы они там Лес рук поднимали Какие то вопросы задавали Как это мы видели На занятиях У Игната Тихоновича Ну и мало было молодежи Всегда Люди приходили в почтенном возрасте 25 40 50 лет 60 лет Вот так приходили И были вопросы у них Они хотели Сбросить тяжесть Этих грехов Которые сатана на них навалил А молодежь не приходит А у баптистов там У старообрядцев Смотришь Стоят вот они стоят И стоят и молятся Там баптисты Там бегают у них Молодежные собрания Почему в православии Этого нету В нашей общине конкретно Мы что не хотим Чтобы наши дети Были верующими Немножко подросла там Замуж вышла Куда то улетела Немножко там парень Походил В армию ушел Видишь его опять нету Не стоит он вместе с нами У нас уже Десяток случаев таких И впереди еще Может быть 40 Детей у нас так уйдут Так Игорь Благодарим Значит Вот мысль От Ивтушенко Сергей Я сейчас прочитаю Довольно таки Интересно Читал в толкованиях У кого то Что Цитирую Нельзя будет Продавать И покупать В том смысле Что нельзя Будет Купить себе Небесное Продав земное В самом простом Смысле Милостини Уже нельзя Будет сотворить Далее Приводит Евангелие от Матфея 19 глава 21 стих Иисус сказал ему Если хочешь Быть совершенным Пойди Продай имение твое И раздай нищим И будешь иметь Сокровище На небесах Вот такая мысль Что нельзя Будет Например У тебя Имение И без этой Начертания Ты его не сможешь Продать Но Можно же Оставить свой дом Уйти в пещеры И пустить туда Нищие Необязательно Переоформлять Если ты К этому дому Не привязан Еще У меня такая мысль Что некоторые И да я В том числе Думал Что Станет выбор Либо Умереть с голоду Либо Печать антикриста То есть он такой Но Это неправильная мысль Три с половиной года Церковь будет существовать Человек Без пищи Может прожить Там Ну 40 Дней Понятно Христос Спастился 40 дней Но Три с половиной Года Невозможно Без пищи Прожить Трудно В это Поверить Конечно Господь Ману С неба Может Но Однако Будет Какой-то товарообмен Будет Наверное Своё Хозяйство Земля Будет Наверное Родить До последнего времени И Животные Будут А то что не продать не купить это Видите Христос Никого Никогда Не бил был кроткий Но однако Он порол Бечёл В храме Харкашей Корень всех зол Сребролюбие И вот он именно Сатана Вот именно Своих Сребролюбивых Он вот Этим И Будет Кто при этой жизни От Не станет Бессеребренником Не Как говорится Вот эту Привязанность К деньгам Вот Не перешагнёт Тому очень сложно Будет И Не зря Господь Говорил Трудно Богатому Войти В Старство Небесе Он сказал Невозможно А то что ты Нахватал Нахапал Горбом Трудился Всю жизнь Горбатился А потом Конечно Тяжело Обдавать Я помню Мой отец Хвастался Моим Дедом Что когда Раскулачивали Дед Добровольно Все Отдал Этим Коммунистам Вот Многие Как бы Это Я так считал Что дедушка У меня такой Хороший Все Отдал А сейчас С высоты Смотрю Коммунистам Чего Ради Отдавать Он Горбатился Сам Зарабатывал А они Пришли Награбленное Награбленное Либо Кулаки Они Сереж Ты тоже Как Маленький Добровольно Принудительно Было Как добровольно Отдал Что там Совсем Взрослый Мужик Однако Отец Она же История Исказает Каждый Он мне и говорил Что И Христа Христа Украли И Ничего Он Это Дух Антихриста Понимаешь Понятно Дело То есть Резуме Такое Подведем Нам Небезызвестны Умыслы Сатаны Небезызвестны Кому Нам Христианам Господь Мы его дети Он нас любит Он Откроет И умный Сочтет Это число Дверя Вот А то что люди Говорят Что он хитрый Он мукавый Он нас обманет Да разве Господь позволит Нас обманет Он нечестивых И я обманывался раз Они сами будут рады Быть обманутыми Ну я же как бы И под благовидной причиной Многие Дорога Выбущены Благими намерениями Вас Ну а что дети Они уже готовы Сегодня А как жить Дети А чем я буду кормить Они уже готовы Подставить Пчелой Лоб Мысленно Готовы Променять Вечную жизнь На вот эту Временную Она будет всего Три с половиной Года Что в это нужно Верить Ну что Давайте еще Наверное Прочтем Время Восемнадцатый стих Тринадцатая глава Книга Откровений Здесь Мудрость Кто имеет Ум Тот Сочти Число Зверя Ибо Это число Человеческое Число Его Шестьсот Шестьдесят Шесть Толкование В кончину Века Имеющие Мудрость Христиане Смогут И по имени Определить Антихрист Ну к слову Сказайте сегодня Которые говорят Что уже печать А кто Назови имя Антихриста Глазами хлопают Нет А печать уже есть Антихриста еще нет А печать уже есть Вот Это же лжепророк Будет ставить Он назови лжепророка Не называют Продолжение Толкование Это будет для них Окончательным Удостоверением В том что Явившийся Владыка мира И есть Антихрист Число Человеческое Этим Указывается Что Антихрист Будет Обычный человек С Человеческим Именем Число Число Этого имени И приводит Иоанн Каждой Букве у Евреев и Греков Соответствовало Число Сумма всех Чисел Соответствовавших Буквам Слова Считалось Числом Этого слова Таким образом Число 666 И И И И Число Имени Которое Будет Носить Антихрист Об этом имени Прескверного Говорил и Христос Иной Придет Во имя Своё Его Примите Евангелие Таана 543 По некоторым Древним Спискам Это число Читается Как 666 По другим Как 3 рядом стоящие Цифры 666 ССС Эти два чтения Не представляют собой Различия По существу Существует Очень много Попыток Объяснить Число 666 Символически Например 1 Шестёрка Число Дней Творения Мира Богом И Дней Человеческого Труда 2 Отрицательный Момент Как указание На то Что не имеет Свойства Божественного Совершенства А 3 Шестёрка Обозначает Бога Враждебное Стремление Обладать Миром Ясно Что все Такие Толкования Страдают Одним Общим Недостатком Полной Произвольностью Такое Нельзя Ни доказать Ни опровергнуть Придумать Таких Толкований Нужно Сколько угодно Неверно И понятие Что число 666 Обозначает Время Пришествия Антихриста Неверно Потому Потому Что здесь Это число Употреблено Явно В связи С именем Антихриста К тому же Число 666 Никак Простите Никак Не отождествить С действительным Временем Прихода Антихриста В мир Таким образом Число 666 Должно Разуметь Исключительно Как число Имени Так Учили И древнейшие Толкователи Апокалипсиса Цветы Устин Муженик И Ириней Лионский И Полит Римский Андрей Писарин Много Было И попыток Точного Определения Имени Есть Ряд Имен Число Которых 666 Таковы Лампетис Освещённый Титан Солнца Латинник Венедикт Благословенный Возможно Подражание Воистину Благословенному Существу Кроме того Толкователи Которые видят Под апокалиптическим Зверем Личности Римских Императоров Нерона И Диоглетиана Нашли Число 666 Соответствует Нерон Кесарь И Диоглетиан Август На Нерона Указывает В своей статье Откровение Фридрих Энгель Но в этом Две натяжки Во-первых Почему в книге Написанной По-гречески Имя Зверя Должно Читаться По-евре Во-вторых Почему Берется Не просто Человеческое Имя И Киту Кесарь Август Хотя Император Нерон Действительно Может Рассматриваться Как Прообраз Антихриста Нерон Первый Великий Гонитель Христиан Антихрист Последний Помимо Помимо Собственных Имен Можно Указать И Нарицательные Имена Тоже Своим Числом 666 Это Худой Руководитель Древний Завистник Истинно Вредный Неправедный Агнец Таким образом Предсказать Какое же Именно будет Имя Антихриста Невозможно И Нам Дано Это Число Не для Того Чтобы Когда Он Точно Убедиться Что Это Он Ириней Леонский Даже Предупреждает Немалая Опасность Угрожает Тем Которые Ложно Присваивают Себе Знание Этого Имени Антихриста Ибо Если Они Полагают Какое-то Имя А он Придет С другим Они Легко Будут Обмануты Зная Что Будто Еще Нет Того Кого Надлежит Остерегаться Причину Тоже Почему Имя Антихриста Не Записано Явно Святой Ириней Называет Такую Иоанн Показывает Число Имени Антихриста Имя Тоже Его Умолчал Потому Что Оно Недостойно Быть Развещенным От Святой Андрей Китарицкий Божественная Божественная Благодать Не Соизволила Чтобы Божественной Книги Было Написано Это Погубное Имя Возможно Что Есть Какая-то Связь С Антихристом О Адоникама Вернувшегося Заравелем Из Вавилонского Плен Сказано Цитирую 1 Езра 2.13 Сыновей Адоникама 666 Число 666 Встречаем Еще в 3 Книге Царств Цитирую 3 Царств 10 глава 14 15 стих В золоте Которое Приходило Соломону В каждый год Весу Было 666 Талантов Золотых Вверх того Что Получаемо Как 7 Число Божественной Полноты Так 6 Число Антихриста 666 Сатанинская Полнота Как Тройное Повторение Шестерки Иреней Леонский Указывает На значение Числа 666 Замечая Что Одинаковое Повторение Числа Шесть Трижды Означает Восстановление Антихристом Своего Богоотступничества Которое Было в начале Середине И Будет В конце Времен Всего Не своего Антихристом Всего Богоотступничества Правильно Всего Богоотступничества Поэтому Три Как Имя Иисус Было Общеупотребительно В Бетском Завете И стало Спасительным Деялья 4.12 И страшным Для бесов Только с Пришествием Мир самого Бога Человека Так и имя Антихриста Сейчас возможно Общеупотребительно А приобретет Всю Сатанинскую Силу И станет Прескверным Только Съявление Антихриста Так Святой Иоанн Написал Царство Антихриста Самое Мрачное Время Бытия Человечества Интересно Указать Что число имени Иисус И 10 H8 С 200 О 70 У 400 С 200 Имеем 888 Об имени Девы Марии Есть такое Повествование Когда у Еленов Был весьма Великий Голод Воздвигли Храм Воздвигнув Вошли в Кумирницу Вопросить Аполлона Кумира своего В честь Какого Бога Наречь Сей Храм Скажи нам О Пророчествующий Аполлон Чей будет этот храм И чему надлежит быть Аполлону же Попущено Было молчать Но Опаляемый От обоих сторон Неизреченной силой Он ответил им Говоря Так Я Поведаю вам Единого Бога Вышнего Царя Которого Слово Безнетления В Пречистой Деве Носима Будет Тому будет храм этот Имя же Девицы Дважды По 70 Дважды 6 Книга Кирилл 30 118 70 На 2 Плюс 6 На 2 Равно 152 И действительно Число имени Мария Есть 152 Вопросы Вот Паспорта Часто Увидели Шестерки Заохали 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 Вот Паспорт Он принял Антихриста Неверные Мысли Потому что Принявший Антихриста Должен покурить Христа И это Задача Сатаны Стать Вместо Бога Выдавая Себя за Бога Чтобы ему Жертву Приносили Поклонялись Жертвы Деньги Деньги Наверное Будут Перечисляться Человек Можно Тут еще Прочесть Немножко Чтобы Попонятнее было Ириней Леонский Предупреждает Немалая опасность Угрожает Тем Который Ложно Присваивает Себе знания Имени Антихриста Так и ложно Присваивают знания Что уже И 666 есть Что печати ставят Сюда к этим словам Все И кто эти люди А потому что Они Будут обмануты А если они Всем говорят Вы не правы Вот уже пришел Вот уже печати И там везде Значит Они и других обманывают Раз сами обманулись То есть Получается это Настоящие лжецы Они всех лжецами Неучими называют А сами Уже Работают на Сатану В полный рост Подготавливают Пришествие Антихриста Не зная того То есть Они сейчас Обманывают Что Антихрист Уже в мире И когда придет настоящий Антихрист Они его не узнают Ну Они же Догадаются Что Тот Которого они считали Антихристом То Никакой не Антихрист Они не будут считать Что он уже какой-то Ну Ну Они говорят Что он уже живет Здесь А кто не говорят Ну Они верят Что он уже здесь И печать его есть И люди Принимают Эту печать И никогда не спасут Понятно Они лгут Потому что Когда придет настоящий Ну Это им и позволит Принять его Как истинного бога Раз они Того Антихрист А это уже Пришествие Будет Главное Это в чем В чем А что то это Звук у тебя пропал Или Не слышим тебя Сереж Главное это все в том Что они то уже Учителя Они себя считают Учителями Не слышно Меня не слышно Сейчас слышно Да Они считают себя Учителями Они то себя считают Учителями Вот что самое страшное Это Другие то уже их слушают А оказывается Обман Потому что придет Антихрист А когда он А он и не придет Или пришел Да не тот Не того уж Дали Вот И вот почему Они же уже будут Во главе всех общин Стоять Эти лжецы Вот оно Что самое страшное А не то что они Сейчас говорят Где то там По подворотням Где то в снегах Нет Слушай Если они считают Что антихрист уже в мире И когда придет настоящий антихрист Не примут ли они его за Христа Как Пришествие Второе пришествие Как ты считаешь Да нет Я не об этом совсем Сереж Нет Это мелко Это очень мелко Вот такой вот вопрос у меня возник Они христиан развратят просто И все Тех людей Которые в оглашении сейчас Те люди Которые становятся Ну Новокрещеные А эти умники Лезут С таким видом С таким пафосом беседуют Вон возьми Романа Малыша Как он разговаривает Первый раз только в темноте Я увидел А ты кто Устиновых кто-то Так разговаривает Так уверенно Все он Да нет я Роман Малыш А ты кто такой там Роман Малыш Я тебя не знаю Говорю Ты че так уверенно все говоришь А потом оказалось Там и плоская земля И антихрист пришел И какие то камеры уже развешанные И мозги нам промывают Господи помилуй Да откуда ты взял то все это И учителем желает быть Витя не прав А он учитель Детей Они пятерки получают В институты поступают Я тоже конечно лжец Уже с ним говорил Уже у меня это Все лжецы вокруг Игнат Тихонович Тоже не прав Паспорт у него единственного Нормальный еще Ну а так все тоже он уже Там же у сатаны на рогах Все Учитель главный Теперь давайте его только слушать Будем все знать И спасаться как то Вот оно в чем дело то Ты же видишь это в нашей общине Не творится прям Что у нас учитель Появился Лже Который не знает Восьмой главы Даже откровения Уже полез в тринадцатую Рога запилил Что называется Так Время вышло на Чтение откровения Сейчас можно задавать вопросы Не по теме Пройдены Любые Духовные Вот Просьбу молитвенную Кого есть Пожалуйста Вам слово Я еще хотел сказать Это Помните Когда у нас началось Становление Вот Вот этой нашей Как бы Организации После того как Нас Нам не дали вести занятия Игнатию Тихоновичу Отказали В университете И мы стали искать Как бы Тихо Как бы вести нам Эти занятия Где И когда мы Вели занятия По домам В храме У нас там было В трапезной Ну Где только можно было Вели занятия То у нас Главное что было Вот И по скайпу тоже В начале Главное было Чтобы не сказать ель Это самое главное было У нас Игнатий Тихонович Он Как охотник Который сидит В кустах и ждет Как говорится Последний выстрел у него И когда мы что то не знали Какой вопрос ответить Мы спрашивали его Почему Потому что мы считаем Что он знает Отлично Священное писание Толкование святых отцов Каноны То есть Этот человек Который как бы В этом дока И он Ну если И точно не ответит То не даст нам соврать Хотя бы Что там Чтобы не прибавили И не убавили Вот в чем самое страшное И наши занятия здесь Они на этом основываются Почему мы Занятия по толкованию Святых отцов Православной церкви Если мы что то Мелим не то Не по православным отцам Значит мы Еретики уже конченые Все А вот это то Что говорят что пришел Антихрист Это настоящее Это настоящее Заблуждение Полновесно Еретическое От которого Нужно как то Отвращаться Или если этого человека Невозможно уже упасти Тогда его надо запретить Вообще общаться с людьми Понимаете Как читать Читать толкование Святых отцов Толкование Первое толкование Это Феофилат Болгарский И вот толкование Апокалипсис По Геннадию Фасту А потом уже Начинать там что то Учить там какие то Вопросы Можно задавать Но учить то Никак нельзя Здесь У нас вон есть Игнат Тихонович Который скажет Веское слово Он даже Страницы скажет Книга какая Мы занимаемся Какой то Я не знаю Больше времени тратим У нас никогда столько Мы не останавливались На этом Антихристе До него еще Как до Пекина на Карачках Еще вон Арабы Уже перенесли Столицу В Иерусалим Пока что еще Еще битва Основная впереди За храм Еще храма Даже в помине нету Мы уже Разговариваем Еще даже Не окунулись В горе людское Антихриста вспоминаем Где наши пророки Которые придут И будут этого Антихриста жарить Хос и Гриву Они наши друзья Будут первые Дай Бог Чтоб наша община Осталась до этих Великих пророков Это будут Ветхозаветно Новозаветные Пророки И евангелисты Которые нам помогут сильно Они будут еще Ого-го себя Как покажут Да В Слове Божьем Вот опора наша Вопросы? Нет вопросов? Нет вопросов? Ну я тогда Вопрос задал Изучал тему я собаками занимаюсь во времена СССР во времена вот этой даже безбожной власти была борьба с бешенством собак бешенство и в Евангелии мы читаем что Христос изгнал беса и пасал их свиней потом свиньи эти бешеные в небесное море и погибли сегодня создаются сообщества зоозащитники они себя называют и другие их называют зоошиза которые говорят что собаки ни в чем не повинны и убивать их ни в коем случае нельзя вопрос нужно ли их убивать кто здесь прав есть общество еще докхантеры которые и они друг друга ненавидят защитники которые идолам собак делают а докхантеры они их травят но они в ролик то смутаешь там мучается собака но они верят что собака не мучается перед смертью а она на радугу бежит как лапу не додумают что мозг у нее отключен вот и действительно ли это бешенство потому что ролик и да я видел кто сталкивался с этим привычки от бешенства обязательно ставим 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 но говорят ему уже 76 лет в россии нету этого бешенства было ли оно когда я вот просто не знаю и надо ли с этим бороться и как я просто знаю что в свое время начинались движения зоозащитников он говорит да перетравить всех этих собак и все и делаю конец я тоже такой мысли был а потом смотрю он сам подкармливает собак все и кормит отловили мы выпустили эту собаку опять вот такой вопрос на тихонич ответьте пожалуйста в войну было много летчиков у всех были унты из собачьих шкур отдельная даха из собачьей шкуры а как конечно убивали собаку убивает как стреляет или душит задушить как собаку вот рубцова там его сожительница задушила николая поэта и говорит задушила как собаку пьяного вот так поэтому почему же не удивляются что едят и говядину и баранину ты посмотри что на мясокомбинате есть вот даже представить вообразить невозможно какой мясокомбинат мог бы сразу обработать 120 тысяч овец да вообразить нельзя это куриц даже 120 тысяч а когда открывался храм такая была жертва принесена там 12 тысяч валов сколько есть поэтому павел флоренский пишет об этом слабо нервному там делать было нечего стоял рев скотина ревела текла кровь священники по щиколотку в крови ходили и все это водой смывало не слове ордана это имело сакральный буквально смысл мы ожидаем того кто придет вот агнез божий берет на себя грех мира ощущение от греха берет голубицу надломают крылья козла отвозят туда ну и все написано вот сейчас говорят а это Сент-Изгоперидис сказал о чем он сказал там мальчик принц о розах говорит мы раз вырастили посадили мы должны отвечать ни о чем больше нет это наши братья меньше подхватили братья с какого времени это вдруг они стали братья они что по образу божию а все что не по образу божию тут разницы нету собака или крокодил или пиявка все это безбожная глупость верующие никогда не говорили никто хотя определять их иначе нельзя как глубоко верующие это я возьму даже современные почти наши где-то Павлов взять вот Иван Петрович такие ученейшие люди а как очень просто у нас по деревне бегали собаки но хозяев предупредили раз в другом они нет представитель колхоза обращается ко мне помогите вопросов нету у меня ружья патроны есть я взял вышел на улицу собаки есть если я одну ударил другая завизжала я и тут же следом положил вторую и третью все остальные все привязали разговора нету я вот был в Америке интересно я прижил в Синоде и в окошко смотрю одна женщина везде ведет пять собак на поводках все но они небольшие и на столбах везде нарисована собака и человек сзади совком стоит и заметает у нее с собой пакеты там салафановые если собака оправилась она обязана убрать и написано сто долларов рядом сто долларов это по нашему сегодня шесть тысяч заплатить за то что собака оправилась на пол копейки это везде так и вот мы ездили все дороги загорожены бродящие собаки а я проехал не два километра тысячи километров в америке ни одной собаки нигде не видел нигде а где нигде она уничтожается и все в Германии там и говорить не надо в Германии еще круче это все выдумка только так если она тебе собака нужна прилежи ее пусть она охраняет а сколько детей пострадало женщин все это показывают в интернете собаки стаи бросаются и кто ты дрессировщик не дрессировщик они тебя загрызут и губы отрежут тебе поэтому сегодня вот мне из Москвы звонили недавно в субботу было ту еще я говорю а почему она меня вышли ну что-то она сказала я не знаю и давай мне задавать вопросы мне идти в храм я не могу отбиться от нее и вопросы хорошие почему готовится закон в думе принять а вот допустим собака у хозяина он жестоко обращается не кормит специально будут люди назначены а могут там наштрафовать я говорю единственное что я могу сказать как христианин ни в коем случае никогда никого не штрафовать народ и так бедно живет вы всех ополчите против себя собаку сохраните а человека сделайте как собакой злой вам зачем это а что тогда делать поговорить можно а нет значит забрать ее и в этом весь сказ если он отдает ответа другого нет бродящая она не должна быть вот которые я прикармил они не бродящие хотя они бегали и привязаны они вот здесь в речном порту я теперь когда здесь сказали не надо кормить я туда таскал мясо и кормил их а не три собаки а вон от них там сучка кобель щенок он теперь вырос только так тут гадать не надо или они или мы самые опасные собаки которые одичали повязались вязко ну то есть погулялись с волком они никого ничего не боятся никакие флажки на них не действуют они хитрые умные такие человека обойдут вот на такую стаю мы нарывались однажды что сделать ничего только отстреливать не худо если бы была какая-то граната с собой стая волк еще может убежать а это ничего не боится она людей знает все повадки вот так ну я им ответил я говорю ну как я отвечаю вам никто не будет отвечать я христианин мучить церковь запрещают а лишить жизни животного нигде канонов таких нету никогда и не было и не может быть едят все курятины и прочее все спасибо Христос может просто в думе протолкнуть закон разрешающий употреблять собачатину и вопрос с бешеными собаками там разрешить с тобой а почему в Корее в Корее во Вьетнаме вопрос не стоит потому что их едят чтобы она была более вкусная ее забивают палками медленно бьют и бьют и бьют чтобы все мясо покрылось кровью но это не допускается а убить человек хозяин владыка над всеми тварями и они ему служат олени забивают страусов забивают ну и человек выходит на охоту стреляет уток и прочее я охотник я ни одной утки не убил охотник такой подползу рядом прямо и лежу наблюдаю как они думают сейчас я убью она уточка одна останется плакать хочется не буду стрелять и потихоньку потихоньку отползу и уйду да какой ты охотник я ни одной утки не принес ну это я просто говорю как человек он мне всегда жалко батюшка колет он не колет сам ему колят овечек а я мне жалко ты отпусти их пусть они или свиней там держат отпустите пусть они в околок идут так мы живем за счет этого ну я просто так а Игнат Николаевич а вот ваше время бешенство наблюдалось что кусали собаки я про это не слышал и не знал даже не слышали но я говорю про нашу деревню ну в нашем районе где вот наш отец держался на 2-3 собаки это волкодавы там видимо кавказской породы сейчас я так определяю он один с двумя волками дрался Марс был мы верхом на нем катались как на коне ребятишки а лисицы бешеные тоже не слышали не слышали лис были охотники были а что она бешеная не слышали вот говорят птичий гриб и это от уток летят в Алтайском крае в одном назначили 400 охотников вообрази это дивизион и они осень отстреливали уток если 400 охотников то они уж минимум тысячу-то убили и все в лаборатории немедленно отдавали и ни одного случая не было чтобы обнаружили какой-то там микроб вредный то есть это обман был афера чтобы покупали люди вот надо допустим продавать а много не могут продать кто-то заплатил там по миллионов десять взятку и начали искать бешенство коров коров и прямо они как снайперы в альпийских лугах тысячечные стада все все уничтожили Англия открылся вход все теперь она торгует мясо любую цену назначает все взятки она оправдала в течение может месяца ну тут понятно это афера птичий гриб никто его нигде не знает даже насчет спида это и то еще под подозрением ну это договариваются вот сейчас начинают там вот то 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 дают да у нас дядя там купила это он в 60 лет как жеребец то есть ржет они говорят что он умер через неделю вся сила то ушла не туда сердце едва бьется а вот они непрерывно рекламируют вот здесь магазин вот у нас приехала Рахиль Казашка ну и меду купить надо ну я походил по магазину там все блещет так красиво ну и говорит это верующий тут дает там старообрядцы да старообрядцы никогда столько меду не могут собрать разные виды и гляжу какой-то с прополисом смешанное повышает мужскую потенцию это что молиться заставляет или еще я как-то был обращал а он мне прописал вести активную половую жизнь я пришел домой сразу с кровати матрас снес на пол теперь говорю на полу спать буду половая жизнь что-то надо маленько то разобраться над нами смеются вот как простофили какие собаки держат у нас собака ни одна не бегала ни одного дня все пошли они идут рядом со стадом сатарой овец после я с собаками вырос без собаки у нас ни одного дня не было еще пару минут на один вопрос время есть никого нет вопросов давайте помолимся может кого созреет после молитвы сережа не забывай я будильным зовем да достойно есть акова истину блажить и тя богородицу пресно блаженную и пренепорочную и матерь бога нашего честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серо и без истения бога слава родшую сущую богородицу сейчас прятую судьба дай тихонеч молитесь отец наш небес мы предстали перед твоим величием и спросить благословения на грядущую ночь и на остаток нашей жизни ты дивно хранил нас сколько чудес мы видели исполнить сердце благодати духа святого чтобы достойно воспевать твое величие ты наш господь вразуми чтобы на не обольститься временным не слушать лжеучителей которые не знают твоего писания ибо апостол павел уже называл свое время последним временем только ты господи положил пределы и сроки в своей власти научи нас смиренно принимать то что сказали апостолы и святые учителя благодарю тебя господи что ты нам открыл сокровище православной церкви в которой мы пребываем тебе господи хвала и слава отец сын и святой дух аминь аминь спаси христос аминь спаси христос спаси христос так и у кого ничего нету больше еще уходим сергей все тогда выключаю а где роман малыш братья не знаю не видел потеряевки там потеряевки там же связь плохая и поэтому не знаю то что потеряевки он точно так ну все отошел я лук но Спасибо.